Один человек мне прислал письмо, сообщает, что имел какое-то отношение к ФСО и к кормежке Путина, рассказывает, что Пригожин действительно был поваром, но поваром не в смысле поваром, который ему там беляши готовит или пельмени, а что там что-то было связанное с человеческими мозгами. Еще раз, то, что у Пригожина, кувалды, разбитие голов. Главная сенсация дня. Обсуждают все, кому не лень. Владимир Владимирович кушает человечину, человеческие мозги. Откуда информация? Знаменитейший Владимир Осичкин, основатель ГУЛАГУ.НЕТ, Когда-то уважаемый, серьезный человек, который рассказывал о пыточной системе в российской системе исполнения наказаний, когда люди реально выбивают показания, нечеловеческие условия, камеры, где творятся страшные вещи. Меня как раз на стриме спрашивали, как я отношусь к Осичкину и почему его не люблю. Вот почему. Ну, какое-то там письмо пришло, человек сказал, что он из ФСО, значит, так оно и есть. Конечно, проверять я это не буду, поверю. Ведь если человек говорит плохо про Путина, это точно правда. Товарищи, как этому можно верить? Как можно свое информационное поле такой дрянью засорять? С другой стороны, вечный праздник. Владимир Владимирович Путин посещает святые места. После посещения Санкт-Петербурга, вместе с Александром Рогорчем, они поехали в монастырь. Владимир Владимирович Путин посещает святые места. Как он близок к простым людям. Насколько он чутко чувствует, чего от него ждет народ. А вот теперь, какой он глубоко верующий православный человек. Уважает традиционные ценности, нашу культуру. Предвыборный спектакль, очевидно, продолжается. Кроме того, вызывает вопрос, почему Путин именно так вот спелся с Лукашенко. Неужели версия того, что Лукашенко, будучи одним из президентов союзного государства России и Белоруссии, может стать преемником? Хотя у него у самого вроде как со здоровьем проблемы. Но как политическая фигура. Он, с одной стороны, более... Он, с одной стороны, конечно, зависим. Но для Запада он менее запятан, чем Путин. Он, конечно, подавлял жестко протесты, там, манипулировал выборами. Вы все знаете эти истории. Но он не развязывал никаких наступательных спецопераций, боевых действий. И в плане снятия санкций, такая рокировочка... Я даже не знаю, считать ли этот вариант серьезной возможностью или нет. Что думаете, вы пишите в комментариях. А теперь мы начинаем. Что же вас ждет в этом выпуске? Путин у Лукашенко на Валаме. Взрывы в Москве, атаки беспилотников. Атаки беспилотников на Министерство обороны. На Крым. Взрыв на улице Лихачева в Москве. Война закончится следующим летом. Прогноз Минобороны Украины Резникова. Сказка про белого бычка или как Украину примут в НАТО. Зерновая сделка не выходит из повестки. Минфин мечтает всю медицину сделать платной, радия за конкуренцию. Компания САГА стала затягивать перечисление средств военным и их родственникам. Британская компания ЮниЛевер готова отправить 3000 российских работников на СВО. На Западе другие хромосомы. Умозаключение Тахиджаковой. Все лучшее детям. Сосиски из обрезков и свиного сала. Что может быть лучше для детей из детдома? Короче говоря, новости как обычно. Ну, конечно, конечно, в центре внимания, кроме Арансона Путина и его замечательной предвыборной кампании, оказались очередные удары беспилотниками. Непонятно, откуда они пролетели. Они спущены из Московской области или из других соседних областей. Или же они полетели откуда-то издалека. Удары, очевидно, были нацелены на здание Министерства обороны. Средствами подавления они были ликвидированы. Упали не туда, куда надо было. Упали на гражданские объекты. Возникает, конечно, множество вопросов, которые задавать уже, наверное, просто нет смысла. Ну, например, почему, если в Москве может сработать система подавления беспилотников, то почему только в центре? Если бы вы разместили ее по окраине или даже за городом, наверное, можно было бы уменьшить масштаб разрушений. Почему на границе, та же Белгородская, Брянская область, туда постоянно что-то прилетает? Там мы беспилотники подавлять не умеем. Тот же Крым. Тот же Донецк-Луганск. Туда все время что-то прилетает. Центр Москвы, здание Минобороны защищать научились. А что касается всей остальной матушки России? Собянин прокомментировал атаку беспилотниками. Около четырех утра зафиксированы удары беспилотников, серьезных разрушений пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте. Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников на Москву. Еще раз, друзья мои. После всех этих лет хмурение бровей, бряться не мускулами и прочего бреда. Ну, когда, ну, слушайте, ну, высказывания Министерства иностранных дел вызывают уже просто хохот. Они постоянно выражают озабоченность, обеспокоенность, подчеркивают, что оставляют за собой право на жесткие ответы, жесткие меры и все остальное. Право оставляют, но им не пользуются. Мосты через украинские реки на месте. Военная инфраструктура, хорошая инфраструктура двойного назначения. Никаких ударов по центрам принятия решений не наносится. Никаких ударов по зданию, там, офиса президента Украины, по Минобороне Украины, по, там, ГУРУ. Какое-то слабенькое было попадание без существенных результатов. Верховная Рада стоит на месте. Украинская власть, которую у нас Кремль объявляет нацистской, чувствует себя прекрасно. Зато Россия оставляет за собой право на жесткий ответ, конечно. Мне 36 и 36 лет российское государство меня обманывало. Я тоже хочу есть манго, жить на Рублевке. То, о чем мы говорили вчера, то, что мы обсуждали на стриме, кто не видел последние наши ролики за понедельник и за субботу, призываю вас посмотреть, чтобы быть в курсе происходящего. Вот, пожалуйста, появляются подробности того человека, который устроил захват элитного особняка. Выясняется, что это тот самый особняк на самом деле, который записан на бывшего генпрокурора Украины, на одного из товарищей Януковича. И сам Янукович вроде именно в этом особняке какое-то время кантовался в Подмосковье, когда его вывезли после Майдана в 2014 году на территорию Российской Федерации. Ну и что вы думаете? Да, этот человек с определенными посттравматическими расстройствами настолько поразился, в какой роскоши, в каком шике живут наши элитарии, захотел так же. И именно поэтому он ворвался туда, и вот это вот все произошло. То есть наложение двух факторов, которые будут играть роль в ближайшие годы все более и более острую, особенно если произойдет некий социальный взрыв. С одной стороны, у людей куча проблем, они возвращаются со спецоперацией, у них нет работы, им не выплачивают зарплату, цены растут, нет лекарств, детей не учат, дороги раздолбаны и так далее, кого-то будут просто выселять из-за потечного жилья, когда нет работы. С другой стороны, как живет наша элитка? У них вообще все зашибись, у них вообще все прекрасно. Сегодня в соборной мечети города Красноярска произошло ЧП. Человек по имени Вареш, человек по имени Вареш, нелегальный мигрант, как раз в этом месяце у него истекла регистрация, срок регистрации. Ворвался в мечеть и ее разнес. Не россиянин, приезжий из стран ближнего зарубежья. Устроил погром в мечети. Я даже не хочу это как-то комментировать. Я просто напоминаю, что в той же Москве огромное количество массовых драк между киргизами и таджиками, киргизами и узбеками, киргизами и азербайджанцами, чеченцами и азербайджанцами, азербайджанцами и таджиками. То есть конфликты между диаспорами – это вообще обычное дело. Просто нон-стоп. Делят бизнес, делят влияние, делят какие-то там выгодные точки, территории. От них можно ожидать все, что угодно. Вот смотрите, теперь в Дании, раньше в Швеции, теперь в Дании сожгли Коран опять. Моя оценка – сволочи, мрази, ублюдки, кто делает такие вещи. Ислам – это традиционная религия Российской Федерации. И наш МИД обязан за российских мусульман тоже вписаться. Все эти Лавровы, Захарова молчат. Казалось бы, рубаху на груди рвут. Мы за традиционные ценности, мы всех защитим. Вот, пожалуйста, возможность заручиться дополнительной поддержкой и уважением стран Ближнего Востока. В Африке много исламских стран. Там какая-нибудь развитая большущая экономика. Там Индонезия – это тоже мусульманская страна. Пакистан, пожалуйста, покажите, что вы тоже за традиционные ценности защищаете, например, ислам, традиционную авраамическую религию. Нет. Для нашей элитки куда важнее нетрадиционные ценности. Это все показуха. Для нашей элитки куда важнее шанс, что нас все-таки примут в Европу. И мы сможем там проводить старость и там тусоваться с любовниками-любовницами и так далее, и так далее, и так далее. Вот какие выводы можно сделать из этого одного простого факта. Это уже третий случай сожжения Корана за последнее время в Европе, в скандинавских странах. Швеция дважды, в Норвегии, значит, и в Дании, а не в Норвегии. Реакция российских властей никакая. О чем мы будем ссориться? Министерство обороны Украины Алексей Резников сообщил CNN, что обучение украинских пилотов управлению истребителями производства F-16 начнется в августе. Госсекретарь США Блинкин говорил, что истребители будут доставлены в СУ в течение нескольких месяцев. Как сообщил Резников, обучение управления F-16 займет как минимум 6 месяцев. Глава военного ведомства надеется, что украинские пилоты смогут использовать истребители в небе над Украиной уже к весне 2024 года. По словам Резникова, обучение, скорее всего, пройдет в Дании и Нидерландах. Также он допустил проведение тренировок в Великобритании или Польше. Окончательных решений нет, детали обсуждаются, пояснил министр. Война закончится следующим летом. То есть, как только Украина получит эти истребители с обученными пилотами, то тут же к следующему лету контрнаступление украинское должно, по их мнению, достичь таких масштабов, что война будет завершена уже следующим летом. Через год. Что интересно, в этот же самый момент российский высокопоставленный чиновник заявил то же самое, что, по его мнению, по его прикидкам, Россия держит победу, война завершится через год. Почему такая синхронность? Вот прям вот в один день, в одни, даже не сутки, наверное, часов пять прошло между заявлениями, может быть, даже меньше. Два человека говорят о том, что боевые действия закончатся практически через год. Собираются ли они их затягивать? Или это, опять же, какое-то выражение переговорной позиции? А может быть, сейчас Лукашенко так тусуется с Путиным, и Путин его уговаривает, Александр Рыгорьевич, вступая в войну, Александр Рыгорьевич говорит, ну ладно, помолимся и вступит в Белоруссию в войну. Можно строить разные гипотезы, разные концепции. Все эти факты, все эти источники мы для себя в память складируем, и как только будет что-то более ясно и понятно, мы это обязательно вспомним и используем. Украину теоретически могут принять в НАТО на следующем саммите в июле 24-го года, считает украинский министр обороны Резников. По его словам, к этому времени боевые действия могут закончиться. Вот, пожалуйста, логика простая. Их не берут в НАТО, потому что они ведут боевые действия. В НАТО очень им хочется, поэтому через год они хотят подгадать, чтобы боевые действия закончились. Возможно, опять же, это только предположение. Возможно, Резников таким образом американским чиновникам, CNN это все-таки крупное западное издание американское, средство массовой информации. Таким образом показывает. Вы хотите, чтобы мы закончили боевые действия? Тогда вы нас полюбите. Тогда вы с нами все-таки будете дружить так, как мы этого хотим. Окей. Вот последний год, последний год, вот немножечко нам истребителей, чтобы у нас появилась поддержка с воздуха, и тогда вообще все будет зашибись. Между тем, Лея Хиджакова наговорила интересных вещей. И если на Западе это узнают, я думаю, дорога на Запад для Хиджаковой будет закрыта. Видели фильмы, в которых нету вот этого жесткого отвращения к другим, к трансвеститам, к геям, к лесбиянкам. Весь мир уже понял, что это не разврат, это не болезнь. Это просто другая хромосома. И все. Ахиджакова сказала, вот эти геи, лесбиянки, это просто другая хромосома. Я напоминаю, что на Западе, с точки зрения западных современных ценностей и морали, все эти геи, лесбиянки, трансвеститы, они совершенно нормальные люди. И нет у них там никаких неправильных хромосом. Ахиджакова считает, то есть даже она, либералка до мозга костей, она не может этого себе представить. Она уверена, что их жалеют. Это не болезнь, просто они вот такие вот другие люди. Поэтому не надо их трогать, не надо их ненавидеть. Если вы на Западе скажете, что какие-то там трансвеститы, геи, лесбиянки, они не такие, что у них гены неправильные, вас еще и в тюрячку посадят, али, а как ее там, по батюшке. Вчера мы обсуждали удивительные откровения Макаревича, теперь вот настал черед Ахиджаковой. Потрясающе, потрясающе. Они вдруг начали познавать мир. Я думаю, ответочка еще прилетит от ЛГБТшников с разных концов планеты, которые русскоязычные. Три сенатора отозвали свои подписи к законопроекту о лишении гражданства по рождению. То есть у нас в Верхней Палате Парламента сидят как минимум три человека, которые никогда не читали Конституцию. То есть есть резонансный, но шумевший законопроект, который внесли сенаторы, которые предложили лишать паспорта людей, который был у них не всегда. И так получилось загадочным образом, что в первую очередь это бьет по людям, которые живут в Новороссии. То есть Крым, Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон. Вот эти люди, которые вошли с территории, которые вошли в состав Российской Федерации совсем недавно, они могут потерять свои паспорта. Просто потому, что потому. И вот что мы видим. Картина маслом. После этого закона, который, как оказалось, противоречит Конституции, они отозвали свои подписи. То есть когда они законы подписывали, они даже вообще головой своей думать не пытались. Они просто так, ну гад, мочканули, ну как бы, ну, авось прокатит. Вот это то, как работает у нас законодательная власть, как работают у нас многие депутаты и сенаторы, им глубоко наплевать. Что там Конституция, что там интересы россиян, у них есть какие-то свои там идеи. Хайпануть или отработать интересы олигархов, как-то баблишко заработать. Вот этим они и руководствуются. В Улан-Удэ. Полицейские изъяли часть тиража газеты «Коммунист Бурятии». Я напомню, что в сентябре у нас выборы губернаторов, и во многих регионах будут выборы региональных депутатов законодательных собраний. И уже сейчас в некоторых регионах борьба разворачивается нешуточная. Бурятия один из тех регионов, которые наиболее серьезно задействованы спецоперации. Знаменитые буряты в украинских средствах массовой информации – это просто колоссальный мем. Там русские буряты, там азиаты, там то-сё, как их только не ругают, не обзывают. На самом деле национальные республики, как Бурятия, для текущей спецоперации сделали очень многое. Они проливают кровь. Ни у кого нет точной статистики в свободном доступе. Но, судя по имеющейся информации, да, вот такие регионы непропорционально много народу отправили на спецоперацию. И вполне возможно, что именно в таких регионах люди ищут какую-то оппозиционную опору, например, коммунистическую. Которые помогут хоть с какими-то вопросами разобраться. Ну, например, там задержка выплат и всё остальное. И чтобы избавиться от коммунистов, начинается вот такой беспредел. Официальная газета КПРФ и то берут и изымают. Это перед каждыми выборами мы слышим множество такого рода историй. Следователи предъявили обвинение главному инженеру компании, обслуживающей столичный торговый центр времена года, где погибли 4 человека, сообщает прокуратура. Четверо погибло, 70 получили разного рода повреждения. 9 человек попали в больницу. Друзья, неужели мы должны поверить, что кроме главного инженера никто не виноват? Туда же каждый год должна была приходить какая-то инспекция, Роспотребнадзора, санинспекции, пожарники, безопасники. Они должны все это изучать. Работает сигнализация, а она не работала. Работают там открытые, открываются легко, свободно, ничем не захламлены пожарные, эвакуационные выходы, пути и так далее. Ничего не было сработано. Сотрудниками не проводились инструктажи по технике безопасности охраны труда. Но обвинили только главного инженера. А все остальные, все чиновники, когда будут обвинены, мне интересно. Или вы хотите сказать, что взяток никто не брал? Главу комитета и ряд высокопоставленных чиновников МЧС арестовали в Казахстане по делу о взятках. Мы, конечно, в основном уделяем внимание ситуации в Российской Федерации, но Казахстан — это наш ближайший сосед, и неплохо бы немножечко иногда сравнивать ситуацию в России и в Казахстане. Помните, как у нас, начиная с марта, очень серьезно в апреле, в мае, горели леса на Урале, особенно Челябинская, Свердловская область, Курганская область, в Сибири, особенно Тюменская область, на Дальнем Востоке разные регионы, и Приморский край, Хабаровский край. Все горит. В том числе огонь и угрожает, и повреждает жилые дома, и дачи, и постоянное место жительства. Уничтожаются целые населенные пункты. Кто в России понес ответственность? Вроде там какой-то человек по собственному желанию ушел, никто не арестован. В Казахстане тоже пожары в этом году. Там ряд чиновников арестован. Когда в России будут аресты? Каждый год. Ну вот за последние пять лет, наверное, три года, были очень серьезные лесные пожары. То есть в последнее время с этим очень плохо. Никто за это никакой ответственности не понес. Между тем, площадь природных пожаров на территории России составляет 1 миллион гектар. В Москве неизвестные перерезали и похитили более километра кабеля Министерства обороны. Отсутствие кабеля заметил сотрудник Минобороны вместе с представителем воен-телекома, когда из-за сбоя они решили проверить объект электросвязи в административном округе на востоке Москвы. Знаете, вот я иногда читаю мысли, читаю новость, и у меня в голове просто возникает такая звенящая пустота. Я не очень могу понять, я ошеломлен. Это правда? Полтора года ведутся боевые действия. Мы первый месяц разбирались, что у нас, оказывается, не работают там это, захламлены бомбоубежища всякие. Ну, короче, нет формы, куча всяких проблем. У вас в столице, в Москве, где расположена важнейшая вся инфраструктура Министерства обороны, куча всяких учебных баз, складских комплексов, производственных комплексов, центров связи, центров управления. Я даже не знаю, как классифицируются все эти объекты Министерства обороны. Вы вдумайтесь. В Москве стыбрили кабель, и об этом даже не знали. Ну, когда так, решили немножечко проверить. Километр кабеля Министерства обороны стыбрили. Мне кажется, это сильно. Это просто диагноз. Это диагноз ко всей государственной машине. Когда у вас все для фронта, все для победы, вы не можете уследить, чтобы у вас из-под носа в густонаселенной, всем застроенной Москве не воровали кабель. Из отдела полиции Магнитогорска, Челябинская область пропал почти килограмм от различных наркотиков, которые проходили вещдоки по различным уголовным делам. Опять же, по-моему, в пятницу я вам рассказывал, что в России возможно новое отравление всяким суррогатным алкоголем. Последняя была история, что с сидром все отравились, потому что там был этиленгликоль. Теперь выясняется, что в некоторых регионах провели проверку, и там тоже на складе не хватает изъятых у всяких контрабандистов, у всяких нелегалов жидкостей. То есть полицейские их вроде как изымают, а потом сами тырят, изымают, тырят. Вот оказалось, что в Челябинской области наркотики тоже куда-то пропадают. Полицейские утверждают, что они не в курсе, как это могло произойти, и предположили, что наркотики сами потерялись. Во как! Наркотики сами потерялись. Москва с огоньком. Когда такие новости возникают, за последний год они возникают удивительно часто. Я говорю одно и то же. Я москвич. И здесь родился, здесь вырос. Я не помню, чтобы так часто в московском метрополитене, где десятки станций считаются объектами исторического наследия, это же жемчужина, метрополитен имени Владимира Ильича Ленина, московский метрополитен, чтобы метро все время тонуло, заливало, подтоплялось. Собянин, Москва похорошела. Все понастроили, все течет. Трубы прорывают в торговых центрах, ливневки не работают на улицах, зато все стекает в метрополитен. Вот они серьезно считают, что это хорошее управление столицей. Опять же, мои подписчики знают и, надеюсь, не попадали в такие неприятности. Очередной аттракцион дал сбой. Ребята оказались заблокированы. Потому что почему правильно нет нормальных возможностей обслуживать, ремонтировать, проверять аттракционные системы. Большинство из них производятся за границей. Все обслуживание построено на взаимодействии с заграничными странами. И даже если владелец парка видит, что что-то плохо работает, он же не будет терять деньги. Пусть работает до последнего. А там, если что, мы откупимся, отбояримся. Сейчас вот есть такие технологические опасности. Автомобили ремонтируются непонятно чем. К сожалению, на дорогах сейчас опаснее, чем пару лет назад. Авиация, к сожалению, довольно опасна. Аттракционы тоже весьма опасны. Губернатор заб... А, еще... Так-так-так-так-так-так. Так-так-так. Нет. Не еще. Еще, не помню где, колесо обозрения. Крутилось-крутилось. И люди, опять же, оказались заблокированы. Но не потому, что там что-то сломалось. Просто свет вырубился. Так что, имейте в виду. На колесе обозрения кататься тоже довольно опасно. Даже в Москве. Знаменитое солнце Москвы. Самое большое в стране колесо обозрения. За последние полгода уже, по-моему, три или четыре раза останавливалось. И людей там долго и очень непросто спускали на землю. Губернатор Забайкалье полгода игнорирует обращение пострадавшей от наводнения. Губернатор края Осипов полгода не отвечает на обращение жительницы Балейского района, которая потеряла жилье в 21-м году, два года назад из-за паводка. Есть решение суда. Дом утрачен в 21-м году. Но решение не исполняется. Еще в январе написал обращение. До сих пор тишина. Какими местами, думают наши чиновники? Вот как это понять? Информация от жителей ЖК Реут, которые построила компания Гранель из-за Реутовской эстакады в городском образовании Реутов. Реутов – это вот очень близко от меня, соседний район Новогиреево, Ивановское, Реутов, Наукоград. Там, кстати, большое количество всяких ракетных производств, объектов. И что вы думаете? Его вообще решили застроить в разы. Водрастает плотность населения. Люди в панике. Местные жители вообще не понимают, как там существовать с теми планами, которые готовят местные чиновники. Ну и вот, пожалуйста, строят. Жилье. Продают жилье. А жить-то в нем как? Если оно все время мокрое. В цокольных, в подвальных помещениях все время вода стоит. На верхних этажах тоже все время вода стоит. В электрощитке вода стоит. Это, ну, как бы, простите, хрущевки ругают. Сколько можно это морально устаревшее жилье, все остальное. Но современные-то собянинские, путинские новостройки, они вообще куда годятся? Не работают сливные трубы. Корзины для кондиционеров от ветра болтаются, могут упасть в любой момент на голову прохожим. Вся канализация сливается в подвал. Фасад здания отваливается. Окна сделаны в подъездах глухие, их открыть невозможно. В подъезде ужасно жарко, как в парнике. И пахнет канализация. Застройщик не реагирует на жалобы. На людях зарабатывают бабки. И живите, как хотите. Жители пригородного района Бурятии забили тревогу из-за качества сиротского дома. Тарбогатайцы решили, что его строят из дешевых кирпичей. В Минстрое Бурятии пояснили, все работы ведутся в соответствии с проектной документацией. Помимо собственной службы, их ход отслеживают республиканская служба надзора. Постоянный ведомственный контроль существует прокуратура республики. Короче, все хорошо. Все используемые материалы сертифицированы. Но почему местные жители уверены, что кирпич дрянной? Может быть, у вас поддельные сертификаты? Ну, устройте вы дополнительную проверку. Ведь по всей стране это происходит. Строят сиротские дома, в которых жить невозможно. Да даже не сиротские. Это, простите, Риотов, это, считайте, Москва. Вот можно там в Риотове сесть на автобус, доехать до станции метро. Кстати, туда тоже собираются строить станцию метро. Почему строятся даже в Москве дома, в которых жить невозможно? Вы думаете, сироток пожалеют? Да судя по ситуации в нашем государстве, никого жалеть у нас не будут. Магнитогорцы моются в подвале, отбиваются от мышей. Знаете, давайте лучше послушаем этот репортаж. Спасибо Мэшовцам. Хоть они и продажные ребята, но этот репортаж абсолютно верный. Мы уже проживаю 23 года. Да вообще мы не можем собрать деньги, потому что нестого собрать. А чтобы выдавать комиссию, это надо большие деньги. Ну, я ходила в прошлый год, сказали, что пока вот эти дома не снесут. Ни ремонта, ничего нет у нас в доме. А сейчас вот еще пекарню вот эту вот здесь открыли. Вообще невыносимо. Вот это вот гыр-гыр-гыр-гыр-гыр-гыр, как с 6 утра все не начинается, и до 11 ночи. Все вот это выглядит. Запах уже не выносил. Мука вся поднимается к соседям вот на окна. У меня соседка приехала с сада, заходит и говорит, посмотри, говорит, по подоконнику как провела, так ладонь вся в муке. Дом разваливается, все течет, штукатурка отваливается, кирпичи вываливаются. Он, очевидно, очень дешев для аренды, поэтому там сняла помещение пекарня. Жители еще хуже стали себя чувствовать от звуков. Ради пекарни там завелось огромное количество тараканов, огромное количество крыс. Вообще-то надо туда натравить Роспотребнадзор, Саннадзор, чтобы вообще проверили, что там за зараженная, загрязненная продукция получается в этой пекарне. И главное, этот дом не включен ни в какие программы расселения, сноса, не-не-не, нормально, живите. Михаил Мишустин сейчас осуществляет рабочую поездку на Дальний Восток. И он уже сделал хорошее такое заявление. Уже в половине наших регионов, в половине страны, дома, которые были признаны аварийными до 2017 года, уже ликвидированы. Соответственно, вот такая задача. То есть не те дома, которые развалились после 2017 года, а те дома, которые признаны аварийными. То есть вот смотрите, например, есть вот этот дом. Сейчас туда приедет какая-нибудь проверка. Начнут как-то шумиху подымать, чиновников заставлять как-то быстрее работать. Кого-нибудь там может оштрафуют, кого-то может даже посадят за тупую, плохую работу, халатность и все остальное. И еще лет через пять может быть этот дом все-таки расселят. А там уже сейчас живут инвалиды, живут дети. Это фантастика. То есть те дома, которые не признаны еще аварийными, хотя они, может быть, давным-давно являются аварийными, государство о них даже вот и думать не хочет. Житель Якутска обнаружил в магазине больше-меньше продукты, на которых переклеены ценники с датой истечения срока хранения. Это абсолютно не новость для нашей страны. К сожалению, такие ситуации происходят регулярно. Друзья, пожалуйста, если вы столкнулись с беспределом, все фотографируйте, все отправляйте блогерам в группы, хоть ВКонтакте, хоть в Одноклассники, хоть куда угодно. У нас есть региональные каналы. Вы заходите в наш основной канал. Вот здесь есть карта в каждом федеральном округе. Прям в комментарии заходите и пишите, что угодно. Если это серьезная новость, какая-то интересная, какие-то есть у вас там фотографии, это все пойдет в выпуск. Что-то озвучу я, что-то будет в Телеграме. Если вам нужна помощь с депутатскими запросами, чтобы на более серьезном уровне делать внушение нерадивым чиновникам и прочим функционерам, то же самое. Туда же пишите или сразу через нашего Телеграм-бота поможем, чем сможем. Детский дом в Амурской области закупил сосиски из говяжьих обрезков и свиного шпика. Руководство учреждения заказали для своих воспитанников более 8 килограмм мясных изделий категории А, но получили Б. Производитель Россельхознадзор вынес предостережение. Знаете, когда службы хоть на сколько-то отработали и вынесли целое предостережение, для современной России даже это звучит, блин, как фантастика. Сколько было за последние полгода, да и за последний год и за последние пять лет случаев отравления детей в школах, в детских садиках, в лагерях, в интернатах? Минфин предложил уравнять стоимость платных услуг в государственных и негосударственных учреждениях ради за конкуренцию. Из слов чиновников участники рынка делают вывод, что инициатива приведет к общему повышению стоимости платной медицины. Знаете, я, честно говоря, в шоке от наших чиновников. Ну, то есть, смотрите, я могу сделать себе платную пломбу, например, в обычной поликлинике, ну, например, там, более качественный материал за три тысячи рублей или за пять тысяч рублей. Могу пойти в платную поликлинику и мне там предложат пломбу там тоже там за пять тысяч рублей, там, за семь тысяч рублей, за десять тысяч рублей. Возникает вопрос. Вот это платная пломба. Вы же понимаете, что платная пломба может быть там одного качества, бесплатная хуже, но более дорогая пломба может быть еще более высокого качества. Как вы можете приравнивать эти вещи? А, они должны по-разному называться. Получается, что все эти частные клиники, которые, например, дерут с людей очень много, имеют прекрасную возможность выдумывать какие-то названия. Ну, или делать доп.услугу. Например, в бесплатной поликлинике вы можете сделать себе доп.услугу более качественная пломба за три тысячи рублей. В платной поликлинике вы можете поставить себе такую же пломбу тоже за три тысячи рублей. Но подготовительная обработка с зуба ультрафиолетом, которая, в принципе, и не нужна, это еще две тысячи. И вот вы там платите три, а там платите пять. Никакой логики в этом нет. А цены вырастут. Зачем это делается? Кому от этого хорошо? У нас огромное количество платной медицины по всей стране. Это бизнес министров, глав департаментов, глав врачей больницы поликлиник. В своей поликлинике они говорят, у нас очередь на три месяца, а вот через дорогу можно прям сейчас и не очень дорого. Идите туда. Это все приватизация. В Улан-Удэ пациенты-инфекционки пожаловались на червей в еде. Пациенты республиканской клинической инфекционной больницы заявили, что их кормят едой с червями. Этот казус связывают с ремонтом в пищеблоке. Но это, знаете, это всего лишь казус. Это случайность. У нас почему-то каждую неделю такие случайности происходят. Вот еще одна история про мигрантов. Знаете, любо-дорого смотреть. Мигранты прогнали детей, одного даже избили на футбольном поле. В ответ там быстро появились правоохранители, всех положили лицом в землю и аккуратненько вывели выяснять у кого какое вообще право находиться на территории России. Кто нелегальный мигрант, кто легальный мигрант, кто ребенка избивал со всеми вытекающими последствиями. Вот таких новостей должно быть много. Знаете, я очень хочу и жду, когда будут массовые каждый день арестован полковник ФСБ, арестован генерал МВД, арестован судья, арестован прокурор, арестован чиновник высокопоставленный, глава департамента, замминистра, каждый день, понимаете, губернатор. Такие чистки будут продолжаться 2-3-5 лет. По-другому-то Россия не может развиваться. Это влияние на общественное поле. Мигранты должны знать, что есть определенные вещи, чуть-чуть, черточку, перешел, тебе кирдык. От ответственности не убежишь, никуда ты не спрячешься. Штрафы для граждан за неявку в военкоматы вместо планируемых 40-50 тысяч составят 10-30 тысяч рублей, сообщается в проекте закона. Только-только написали законопроект. Сколько собираются драть с людей, которые уклоняются от военкомата? Уже что-то там меняют? Что за спешка? Что вообще происходит? Какая-то нервозность чувствуется среди наших чиновников. Как вы думаете, из-за чего? Британская компания Unilever заявила, что она будет соблюдать российский закон о воинской повинности и позволит своим сотрудникам отправиться в зону боевых действий, если их призовут. Представитель компании сообщил, что в этом случае сотрудник не будет получать зарплату. В России на ее заводах работает 3000 работников. Конечно, для западных читателей, чиновников, депутатов это шок-контент. Оказывается, капиталисты зарабатывают в России и они даже должны исполнять законы России и если потребуется, они должны будут отправить своих людей в армию. Удивительно, удивительно, сенсационный материал. Конечно же, в кавычках. Российская страховая компания СОГАЗ, выступающая единственным игроком в сегменте страхования жизни и здоровья военнослужащих, стала затягивать перечисление средств военным их родственникам. Вопрос, почему? Государство обещает людям конкретные выплаты в случае чего? ранений, инвалидностей, реабилитации, гибели. А теперь их продолжают кидать. Это далеко не начало истории, это продолжение. В июле военнослужащие и их родные стали жаловаться, что СОГАЗ затягивает выплаты по страхованию жизни и здоровья, хотя ранее подтвердил получение документов. Сообщения об этом появились на сайтах Банки РУ, Сравни РУ и других. Так, по словам одного пострадавших, 27 июня получили документы от войсковой части на 20 июля. Выплата не произведена. Короче говоря, людей начинают кидать. Люди расстраиваются. Повторимся, в поселке Шервуд участник боевых действий, вооруженный, захватил заложников, забаррикадировал дом, его пришлось довольно непросто выкуривать, ликвидировать. Возможно, такого будет еще очень много. Ополченец первой волны Наиль ранен давно, но военной пенсии, говорит, у него нет. Он утверждает, что несмотря на то, что заключение врачей об инвалидности от осколочного ранения, в пенсионной книжке записано, что у него бытовая травма. Вы понимаете, что это откровенный кидок. У человека боевая травма, ему пишут бытовая. Никто ни в чем не виноват, парень, как хочешь, так и живи. Путин заявил, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Петербурге и настроен на плодотворное конструктивное общение. Россия вновь ждет рекордный урожай и готова заменить украинское зерно бесплатно или на коммерческой основе. Зерновая сделка была беззастенчиво использована исключительно для обогащения американского европейского бизнеса, вывозящего зерно с Украины. Знаете, для нашего ролика заявление Путина это вишенка на торте. В какой реальности обитает этот человек, мне сложно судить. Ну вы подумайте сами. Путин не знал, что зерновую сделку тупо используют капиталисты, бизнес. Ну, как бы были у кого-то сомнения, это потребовалось год этого ждать. Второй момент. А Владимир Владимирович не в курсе, что его друг Роман Аркадьевич Абрамович, очень крупный акционер турецких фирм, которые закупают, перепродают, перерабатывают зерно. Абрамович, не американский, не европейский, российский бизнесмен, на этом тоже нехило заработал. На украинском зерне заработал русский олигарх. По крайней мере, так сообщают разного рода источники средств массовой информации. Неплохо, правда? А может быть, мы вот этим рекордным урожаем зерна россиян накормим? Гарантируем школьникам, ну пусть хотя бы не до пятого, хотя бы до седьмого класса. Какие-то хлопья пшеничные или там булки. Это, конечно, не очень полезная еда. Кашу пшеничную, ну хоть что-нибудь. Можно это зерно подешевле продавать на птицефабрике, больше яиц и курятины будет. Для наших школьников, для тех же бойцов, которые сейчас в госпиталях лечатся. Чтобы больше еды было, порции увеличить им. Нет, все ради Африки, все ради Африки. Продолжаем хайповать. Режим Зеленского не отпустил Василия Иванчука 54 года на Кубок Мира по шахматам. После начала военных действий Иванчук живет во Львове. Лучшие шахматисты мира написали открытое письмо. Вот, пожалуйста, очередной привет украинского государства. Человек немолодой, 54 года. Очень серьезный профессиональный шахматист. Его не отпустили. Потому что еще может держать в руках автомат. Твиттера больше нет. Вместо него теперь просто Икс. Илон Маск переименовал социальную сеть Твиттер в социальную сеть Икс. Как будут развиваться события дальше непонятно. то ли он решил совсем Твиттер во что-то другое превратить. Пока тишина. В хирургическое отделение Ясиноватской больницы благотворителями доставлено медицинское оборудование. Слава Богу, что что-то доставляется. Возникает, конечно, главный вопрос. Почему до сих пор государство не обеспечило все эти закупки само? Почему все упирается в помощь добровольцев и благотворителей? Мы налоги. Зачем платим? Зачем наши дорогие депутаты, чиновники занимают свои места? Зачем? Почему? Как? Хорошо хотя бы врачи приняли эту гуманитарную помощь. Есть истории, довольно серьезная информация, что врачам во многих учреждениях запрещают принимать помощь от волонтеров и добровольцев. Просто чем хотите, тем и лечите, ничего не принимайте. Что думаете, друзья, о происходящем? Пишите в комментариях. Сегодня уложились в 50 минут. Журналисты разъехались по отпускам. Новостей стало резко, существенно меньше. Боюсь, что о многих важных историях мы узнаем, когда будет поздно. Когда будет поздно. Чтобы помочь нам собирать информацию, еще раз озвучу. Заходите в наш телеграм-канал Павел Иванов аудио статьи. Подписывайтесь. Сверху закрепленные сообщения. И указано 11 региональных групп. Вступайте в ту, которая относится к вам и делитесь новостями, которые находите в ВКонтакте, в Одноклассниках, на просторах телеграма. Если есть что-то, о чем должна знать страна, но крупные СМИ не уделяют ей внимания, обращайтесь ко мне. Я специально для этого здесь работаю. Вместе мы села, вместе мы все преодолеем. Берегите себя. Пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok